привет ребят сегодня мы посмотрим за животным с ником silent cracker из полка ларс вот его статистика по которой уже можно подумать что это скорее всего читера потому что как вы видите 21 января девятнадцатого года она была 51 процент с копеечкой а 5 июня она стала почти 68 то есть она выросла за полгода на вот столько аж это ребят очень много для аккаунта это очень много статистика меняется прям по чуть-чуть без счетов а вот щитами она вот так растет как на дрожжах если мы сделаем вот так вот это вообще будет вот так вот просто хренеть прислал нам этого игрока наш зритель с ником руслан немец и я ему уже ответил что это читер и что я готовлю его и вот в данный момент я сейчас готовлю видео по этому игроку давайте посмотрим еще раз на его статистику то есть игрок у нас получается в аркаде он так немножко под нагнул да и ему там не интересно и он решил перейти в рб и вот смотрим 1153 боя 2 в каждом бою принципе это ну допустимая статистика это нормально но по его поведению бою я сразу же понял что это читер давайте гадим его историю так он у нас был а f13 и теперь у нас 5 июня в ларсах и посмотрим мы дата регистрации 12 10 2015 скорее всего аккаунт был наверное заморожен затем кем-то куплен наверное и вот с января этого года игрок 4 давайте перейдем к рассмотрю за этим игроком я повтор предварительно загрузил на начале нажал на паузу давайте уберем списке и начнем смотреть как не написали там что он вертолет пытался избить там потом на гепардитом гнул да ребят вначале сейчас можно некоторым моментом найти объяснение но затем почти во второй половине боя почти в конце этот парень просто скажем зашел с ума он стал творить просто такие вещи которые которые вообще должны банить прям вот сразу сразу же после вот этого вот репорта это видео не является репортом репорт это та процедура которую я уже предварительно сделал и отправил жалобу через сервис трансляции и повторы на официальном сайте war thunder вот у нас товарищ едет кретошка летит ускоримся и сейчас он по ней будет работать еще раз так 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 притормаживаем и вот он пытается найти упреждения и шмальнуть поначалу вроде как все в рамках правил ничего такого нет ну стрельнул не попал до примерно там где-то километра 34 ну скорее всего наверное 23 вот так скажем и он пытается работать на самом деле там 3200 итоге он не попала его убили но думаю это вроде бы все рамках правил ну продолжаю смотреть далее ускоряемся так 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 и вот парень выезжает на выезжает на гепардия и уже пытается целиться с респауна уже дистанция четыре с половиной вот он начинает движение прячет радар это для того чтобы наверное некоторые вертолеты не видели то что здесь есть дениска насколько я понимаю насколько как правильно мне объяснили не знаю насколько это правильно но говорят что у вертолетов есть антирадар который определяет есть ли дениска с радаром на поле боя или нет я на этих ребят берах и не играю поэтому точно не знаю там что происходит какие там радар антирадары тем более на вертолетах я вообще не летаю и затрудняюсь точно ответить причину того почему он его прячет и вот он без радара начинает смотрите начинает уже у него свой радар есть и поэтому он будет его использовать так вот он передумал смотрите ребят вот там у нас получается двигается вертолет не 35 кажется сейчас посмотрим не 35 м и он на него переключился и вот он включает прицел чтобы посмотреть на него это первое полива такое скажем так косвенная такая улика вот его убили его сразу же передумал да это как бы косвенная первое полива далее двигается он к центру карты между бэй и замком появляется вертолет и он сразу же на него сводится но это ладно этот вид на точку все а вот здесь уже больше похоже на стрельбу по упреждению то есть так называемый аим с прицеливанием смотрите у нас справа летит мид 24 д я сейчас нормализую скорость уберу маркера когда как это должно быть в реальности и посмотрим что произойдет вот цель уничтожена ну этот h1z это не он уничтожил его уничтожил кпз-70 а вот мишку 24 уничтожил он сейчас вот здесь смотрите замечает 600 метрах от него стоящий штурм и уже готовится к нему да он старается грамотно как бы да не смотреть его сторону хотя это на мой взгляд это париво вот здесь он ровно на него смотрит ну можете сказать что он ну случайно может типа на карте кто-то нажал там да и он туда посмотрел да нет ребят на карте там нажать некому и ну как-то как-то странно нажать там некому и то что там будет штурм никто не знает вот он повернулся налево потому что танк прострелить вам стоял и типа посмотрел такой ладно но это все таки а вот у нас ракета штурма куда она ему прилетела нет интересно так замедлим давайте наверно посерьезнее посмотрим куда ракета залетела его моя прям в башку это что же там у штурма за ракеты такие ищем штурм 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 вот 130 миллиметров калибр снаряд 30 килограмм блять тридцать один с половиной килограмм ахинеть пробитие у него пятьсот шестьдесят четыре сто восемьдесят пять при 30 градусах и эта ракета двинула гепарду и что она ему сделала она ему повредила только правый ствол вот она в него вошла и всего и у чувака просто видите у меня просто ствол товарища теперь с аимом начинает гасить у него ствол один остался живой и он сейчас его уничтожает аимом все штурма нет странно штурм насколько мне известно там броня у него там в один миллиметр я не пойму обо что там взводятся снаряды ну ладно это оставим гайдином на раздумья если вообще конечно они будут этим заниматься так далее что у нас далее смотрите парень теперь ну пусть тут еще да как такой стильная фигня и все это фигня это все чисто мои размышления мои мысли и такие как бородатые девочки сразу же скажут так фигня это всего спортсмены и играть уметь надо вот а вот парень выезжает вот сюда и мы сейчас маркера наверно уберем убираем маркера и посмотрим что он там я ни хера не пойму танки стоят ладно хрен с ними будем считать что их видно да будем считать что их видно включаем его вид от третьего от третьего от его лица и смотрим смотрите сейчас он старается как бы не палиться да один танк уехал 2 остался этот подожгли леопард поджог амx а и парень старается не париться осматривается так надо же вернуть эти надписи надписи вернуть нужно и вот смотрите сейчас там бросил дым и начинает в сторону отходить а читер теперь то не палился а теперь решил спариться вот это второе палево но это еще ребятки такие скажем так ягодки ягодки цветочки ягодки будут потом вот здесь он сейчас срубил самолет тут можно опытному зенчику не составит труда а вот смотрите у нас едет т-80у смотрите что он делает сейчас вот он двигается и вот здесь как только т-80у сейчас будет смотрите раз поворачиваем 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 так у нас тут его вообще не видно убираем маркера да его не видно наш игрок что делает резко опа и в сторону потому что т-80у двигается в его направлении и смещается сюда раз раз тоже так вот здесь сейчас начнется интересно здесь нам гайдзин начинает вырубать вид от его камеры вот т-80 едет но тут тоже скажем тогда вот они шевелился и шевелился и на 150 метрах начал поворачивать тут можно сказать что он его услышал хотя ребята я сейчас ничего не слышал ну это херня смотрите что будет далее наш парень кидает много дыма дыма еще т-80 получил каким-то образом от леопарда и смотрите что происходит дым 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 вот он починился и теперь мы сейчас нормализуем на скорость да вот здесь сейчас смотрите сейчас появится ягдевит и вот он он уже аим включил смотрите как дергается маркер так его вот так вот ягдевятый видите с помощью аима игрок наводится на ягдевять вот этого уже понеслась скажем так понеслась душа в районуги милицию далее вон опять снова кидает дым 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 побольше дыма и летит у нас fj к кажется да да вот она пролетела пока я не тронул а вот сейчас на обратном пути он начнет и угостить вот он осматривается смотрите 1 1 1 и дымит 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 охренеть просто надымил до такой степени что ему уже пишут прекращать дымить топ молк б так ускорим ты немножко вот у нее пошла перезарядка и летит самолет тоже так же же авто наведение так что у нас маркера я выключил ё-моё так ребятки простите сейчас мы вставим кусочек я видео записывал сейчас мы ставим с нормальным изображением да ребят вот предварительная запись которую я сделал до того как начал комментировать это видео на которой мы сейчас можем увидеть вот заходит самолет у нас сплошной дым он начинает прицеливаться с помощью аим наведения нормализуем скорость и он не стал стрелять потому что вернее не смог стрелять потому что была у него перезарядка теперь он заворачивает за ним и вдогонку уже попадает как вы можете видеть в нижней левой части экрана в списке все враг уничтожен игру к двери ты далее вот там стоит челенджер еще так же наверно уберем маркер и посмотрим видно его или нет да нет там не видно там хотя вот в его случае тут мог союзник подсказать да у тебя союзник вот он двигается вроде как не на челленджера идет а идет так там двигается союзник который сейчас будет бодаться с этим челленджером ну парень его объезжает ну скажем пусть будет то что он по наводке поехал а вот здесь сейчас будет вариант кстати ребят обратили внимание команда его проигрывает причем сильно проигрывает давайте глянем на табличку рекордов вроде бы как тут все еще в порядке да а вот здесь уже печалька наступает но в этой команде есть читер вот смотрите вот здесь у нас резко парень разворачивается и что делает он вот нас бмпшка стоит вот так ее не видно и вот так он по ней стреляет включает прицел и начинает гасить вот она ребят смотрите вот так закончил он с бмп нормализуем скорость включая маркера ускоримся потому что ребят будет затяжной только 14 минута у нас еще впереди вот здесь он по абрамсу начал гасить какого-то хрена ну чувачку сорвало наверно чердачок он решил такой дистанции абрамса прошить загустный юз получил пачку а ну скорее всего на это своим товарищам абрамса этого раскрыл чтобы они его загасили да абрамса сейчас завалит как мамонта абрамса завалили опять дым ну да и дым это хорошо у нас получается там вот 50 он раз сразу же хотя уже после вот тех моментов с дымом просто охренеть можно так а вот здесь у нас вертолет появился и он сейчас его уже встречает взглядом раз встретил видно видно что парень с маркерами даже не считая этого дыма прям вот так видно особенно на вот такой скорости сразу понятно где что куда он смотрит вот вылетел снаряд оттуда да ну и вроде как посмотрел туда вроде все в рамках правил и тут он сейчас так заглядится за этой зениткой что пропустит вот он варьер выезжает который сейчас его наградит хотя возможно у него не видит или не знаю что произошло вот она а вот у варьера ракетки нормальная то что у штурма у штурма так детские так камера игрока и здесь также же у нас видно что игрок у нас стреляет по маркеру упреждения и бросает игрок также по маркеру упреждения читеры бросают вот так смотрите 1 2 это броски по маркеру упреждения так делают только читеры все игрок возвращается на пил в итоге затащил бой читер вот так ребят из-за таких вот упырей играть становится все не интереснее и не интереснее надеюсь что гайдин задумаются и что-то придумают возьмутся за голову и решат эту проблему потому что многие люди покидать начинают этот проект но вам мои дорогие спасибо всем огромное за ваше внимание за вашу поддержку и за ваше понимание до новых встреч ребят пока пока